Друзья мои, добрый день! Здравствуйте! Сегодня 21 марта, блогер из Перми, сотрудник КГБ, бывший Бессонов Алексей Борисович, я вот вышел на балкон по поводу заявления Владимира Путина по поводу 17 тысяч среднего класса. Но я не хочу комментировать глупости, почему? Потому что, еще раз говорю, у меня ничего личного Владимира Путину нет. Я его никогда не видел, и видеть не хочу, и не буду его видеть. Будет нормальная власть, придет кто-то из левых, так сказать, тот же Грудинин, кто-то еще там придет, кто там еще есть. Там много есть. Будем разговаривать с нормальной властью в рамках законодательства, в рамках, так сказать, и так далее. Ее будем, так сказать, что называется, держать на коротком поводке власть в рамках закона. Потому что, ну, с ними какие-то отношения можно выстраивать, потому что там была власть, там было право. С Путиным совершенно бесполезно. Еще раз говорю, ни личного ничего не имеют. Но он как президент. Поэтому он никогда ничем не управлял. Его Кручков выгнал из КГБ. И тогда из КГБ невозможно было выгнать. Что он такое должен там совершить был, и так далее. Да, это даже, то есть, все-таки там была правовая система, да. Ну, процентов там 10 было, алкоголиков там и так далее. Ну, невозможно было. Если туда попал, все, вышел вперед ногами, похоронен под выстрел и так далее. Почему? Потому что там была система управления, там все было основано на законе. Да, и коли его выгнали оттуда, значит, он такой совершил что-то, что, так сказать, держать его больше там было невозможно. Ну, то, что он устрел в Санкт-Петербурге, как пишут, там было впору вводить чечайное положение. Вводить войска и разбираться там все. 210, организация собственного преступного. Да, поэтому его заявление. Ну, сегодня уже говорят, что 3 миллиона предпринимателей разорятся. Почему? Потому что у народа нет денег. Нет денег вообще. Вся экономика встала, все легло, и он заявляет, 17 тысяч, 17 тысяч 5 она отдает за коммуналку, она живет на 12 или он и так далее. Какая-то, какой-то средний класс. То есть, да. Ну, вспомните Примаков, который дал рост 20% только за счет того, что начал платить деньги населению. Вот сегодня минимальная зарплата, уже говорят, это реально, можно довести ее до 25 тысяч. Минимальную, то есть меньше вы получать не можете. Не важно, чем ты занимаешься, ты 25 получишь, плюс систему льгот восстановить. Если минимальная, меньше 30 тысяч, вообще не плачешь никакую коммуналку. Ничего, ни за проезд не плачешь, ничего, все, живи. Даже не потому, что, ну, во-первых, ты должен жить на что-то, наш любимый гражданин и так далее. Но потому, что ты должен потреблять, ты должен промышленность зазлабить, включена, так сказать. Но они ничего не производят. У них нет ни производства, ни завода, 70 тысяч предприятий производят, уничтожено. Свои друзья. Ну, я хочу сказать, что они закончат тем, чем закончат. Я боюсь, что мы вынуждены будем их охранять, чтобы самосуду, не дай бог, не было. Самосуду мы не потерпим. Нам нужна правая система, закон, конституция должна действовать. Гаждане должны спать на собраниях, писать жалобы, доносы, ходить в суды. Все мы это восстановим. Поэтому комментировать глупости я не хочу. Он не подготовлен к управлению, он не умеет управлять, он не может управлять страной. Он заведет его в полный тупик, собственно, к чему мы с вами идем. Спасибо, Ваш Безонарий Борисович. Спасибо.